доброе утро уважаемые коллеги я рад вас снова приветствовать пока что еще в дистанционном формате хотя у него есть свои преимущества по нашей доброй традиции я прошу вас отметить свое присутствие в чате там же я прошу написать насколько хорошо мне слышно а также конце лекции в чате же можете задать ваши вопросы я на них с удовольствием отвечу я всегда приветствую это я считаю что это правильно ну как меня зовут вы знаете если не знаете можете увидеть на слайде ну а пока начнем тем более что эти вопросы входят билеты на экзамен и так тема сегодняшней лекции это острый и хронический ламерлонефрит а также острый и хронический пилонефрит для начала я предлагаю вкратце вспомнить что собой представляет почка и как она устроена и так в части именно фильтрации мочи используется так называемые клубочки то есть кровеносные сосуды образуют такое себе сплетение и там происходит первичная фильтрация первичная моча образуется следующий этап это реабсорбция канальцев сосуды которые проходят возле почечных канальцев являются проницаем для воды и часть воды и солей и онов подвергается реабсорбции таким образом почечные клубочки это функциональные единицы представляющие первый этап фильтрации крови и в образовании соответственно мочи а теперь определение что такое острый ламерлонефрит это диффузное двустороннее токсико-иммунологическое повреждение клубочков которое проявляется нарушением почечного кровотока характеризуется олига либо анурии гематурии протеину ри повышением артериального давления отеками протекает заболевание циклический как правило заканчивается выздоровлением в течение года это острый ламерлонефрит хронический ламерлонефрит представляет собой затянувшийся более одного года острый ламерлонефрит и это важно потому что он характеризуется уже стойким клинико-морфологическим субстратом и протекает с периодами как положено хронической патологии обострение риевиз вот этот самый стойкий клинико-морфологический субстрат подразумевает возможный исход и к сожалению вероятный весьма исход во вторично сморщенную почку а значит хп факторы риска то есть то что нам может быть полезно в ходе сбора анамнеза для постановки диагноза и так ламерлонефрит и часто предшествует бактериальная инфекция в особенности гемолитический бета-гемолитический стрит поток в силу сходности него антигена с антигенами клеток паренхим и почек некоторые вирусные инфекции в том числе инфекция вирусом гепатита b разумеется сочетание вирусных и бактериальных инфекций частое переохлаждение в силу профессиональной деятельности наличие каких-либо хронических очаговых реакций как самое простое очевидное хронический тазелит например ну либо любые другие может иметь значение в анамнезе вакцинации введение белковых препаратов также ламерлонефрит проявляется через 7 14 или 20 день после начала инфекции обычно по течению процесса различают острый диффузный гламерлонефрит по клиническим характеристикам разделяется в две формы циклическую форму имеющую достаточно бурные острые начала заболевания и как правило относительно быстрое выздоровление однако даже после курса лечения у больных очень долго наблюдаются циклические всплески слабой протеинурии и гематурии латентную форму последнюю часто относят к под острому виду гламерлонефрита характеризуется слабо выраженной клинической картиной хронический гламерлонефрит разделяется по клиническим формам на следующие формы нефритическую форму она характеризуется тем что ведущим синдромом является нефритический с признаками доминирующего воспаления гипертоническую форму которая характеризуется преобладанием среди всех синдромов гипертоническую смешанную или нефритический гипертоническую я думаю так понятно из названия в данной ситуации присутствует проявление обеих и нефритической гипертонической формы латентная форма опять-таки думаю очевидно что она не имеет явной клинической картины разве что за исключением достаточно слабо выраженного очевого синдрома эта форма острого нефрита очень часто перерастает в хронический вид гематурическая форма проявляется исключительно наличием гематурита ну и выделяет еще быстро прогрессирующий гламерлонефрит по этиологии патогенеза различают следующие формы первичный гламерлонефрит он развивается вследствие непосредственно морфологического отрушения почек и вторичный который является следствием основного заболевания например инвазии бактериями вирусной инфекции другими вирусной инфекции нередко наблюдается у лиц употребляющих внутривенные наркотики у пациентов страдающих злокачественными новообразованиями или системными заболеваниями сытной ткани например может быть у людей у которых есть системная красная волчанка какие-либо геморрагические воскулиты как вариант болезнь шильные геноха и так далее по клинику клинико-морфологическим признакам гламерлонефрит разделяют на следующие формы факально-сегментарный клубочковый нефрит мем бросный гламерлон sätt мезангиопролиферативный клубочковый нефрит к слову говоря это самые часто встречающуюся 몇 ламера фито мезангиопролиферативный клубочковые нефрит с наличием иммуноглобулина а в кубочках в литературе вы можете встретить описание этой болезни под названием болезнь или другое название иммуноглобулин а нефрит и мезангиокапиллярный гломерал нефрит это один из самых неблагоприятных по образовому затечения клубочковый нефрит на данное изображение вы можете видеть так называемую большую пеструю почку это секционный препарат это слева большая пестрая почка а справа вы можете видеть хронический гломерал нефрит при остром гломерал нефрите почки увеличиваются в размерах имеют дряблую консистенцию с выраженным красным крапом на относительно гладкой поверхности и с широким на разрезе и полнокровным корковым веществом а при хроническом гломерал нефрит почки обычно умеренно увеличены но могут быть и уменьшены при длительном течении ну попросту говоря это признак нефросклероза клетки почечной паренхимы по большей части погибли и были замещены частично цветной ткани отсюда сморщенная почка поверхность такой почки обычная мелкозернистая с умеренно выраженным красным крапом вот еще секционный препарат вы можете видеть хронический гломерал нефрит с исходом то самое сморщивание почек о которой мы только что говорили вот на разрезе как вы видите чащики лохантки сохранились а вот сама паренхима корковое вещество и в общем-то довольно трудно смотреть есть какие-то остатки насколько они функциональны большой вопрос вот микропрепарат из биоптата микропрепарат биоптата из почки больного хронерал нефрита опять-таки признаки отека дегенерации эпитериальных клеток и склероза как переваскулярного утраты структуры кубочков частично теперь ближе к клинике клиника лабораторные критерии диагностики при гематурическом синдроме отеки небольшие в основном на лице в аллегорическую фазу могут быть выраженными с локализации в области поясницы нижних конечностей передней брюшной стенки они быстро проходят эти отеки связанные со снижением фильтрационной способности клубочка ну и соответственно с держкой в этом артериальное давление повышается незначительно обычно на 15-20 миллиметров крупного столба кратковременно на период олигурии за счет гиперлинии изредка возможно развитие гипертонической энцефалопатии то есть эклампсии которая проявляется судорогами острым нарушением и потерей зрения гламерулярная эритроцитурия различной степени выраженности то есть она может быть выражена от макрохематурии при этом будет моча цвета так называемых местных помоев и до всего лишь 10-15 эритроцитов поля зрения сохраняться она может длительно и уменьшается она постепенно протеинурия обычно небольшая порядка 1 грамм на литр или вообще отсутствует асептическая форма эзенофильная эритроцитарная легоцитурия чаще наблюдаются период олигурии УЗИ пациент страдающий хроническим гламеломефритом вот контуры почки видны они отмечены стрелками стрелками почка уменьшена в объеме эгогенность при этом немного увеличена видимо за счет прогрессирующих стереотических изменений корковое мозговое вещество вот вы можете видеть из рукосом и мыши видите оно истончено то есть собственно говоря от описывается в ту картину изменений о которой я рассказывал несколько минут нефротический синдром который к сожалению на экзамене студенты почему-то несмотря на то что он элементарен не могут рассказать не знаю почему и так нефротический синдром представляет собой разумеется клиника лабораторный симптома комплекс протеинурия при нем наблюдаются свыше двух до пяти грамм в сутки ну и соответственно больше 50 миллиграмм на килограмм раз протеинурия логично что у крови будет гипопротеиномия а если более детально то это будет гипо альбуминомия гипогамма глобулиномия при этом гипер альфа-2 помните несколько слайда назад была информация гипер альфа-2 глобулиномия отеки разумеется задержка воды же гиперхолестериномия гиперкоагуляция ну и разумеется нарушение обмена электролитов то есть различные отклонения в его награды что насчет лечения в период максимальной активности то есть с первых дней болезни раз первопричина инфекции то конечно же антибиотики разумеется с учетом предшествующих заболеваний наличие отсутствия чего инфекции но нередко учитывая то что наиболее частая причина это бета-гемолитический стрептококк значит пенициллины лучше конечно защищенные то есть содержащие ингибиторы бета-латкомазы то есть сульбактан тазобактан клоулановую кислоту как вариант макролиды тоже неплохо токсичность невысокая спектр действий немного пошире чем у пенициллина если не эффективны либо есть подозрение что флора немного бактериальная ну скажем так немного нетипичная хорошо себя показываться филосфорин с первых же дней болезни антиистаминные препараты обычно 7 8 дней со сменой препаратов хотя если вы назначаете лиокортикоиды то есть именно препарат не нужны с первых же дней болезни антиагреганты и антиопротекторы тут нет никаких строгих догм то есть обычный антиагреганты отмечают тот же кипепидин от 50 до 60 миллиграммов на килограмм в сутки можно любой другой если есть при явные признаки гиперкоагуляции ну конечно же гипариды лучших фракциями из ангиопротектора ну тот же трентал либо его аналог опять-таки гиуретические препараты мы столько говорили о задержке воды естественно с этим надо что-то делать тиозидная гиуретика действует достаточно быстро выводят калий и это в данном контексте неплохо то есть фуросэмид из более продвинутых из той же группы торосэмид в зависимости путь введения в зависимости от состояния выбирается понятно что пациент с клутером сознания в таблетках не бывает проблематично можно и полентерально в этом случае доза подбирается разумеется индивидуально по суточному диорезу нужно смотреть ну и по эффективности ориентировочная разовая доза если говорить о фуросэмиде можно начинать от половины до 1 миллиграмм на килограмм а если эффект недостаточный то можно повысить и вплоть до 2-4 миллиграмм на килограмм кратность опять-таки зависит от диореза насчет калийсберегающих диоретиков ну здесь лучше быть осторожным и назначать их только при отсутствии азотемии ну и гиперкалиемии тот же спирал мелатон тоже подбирается индивидуально начальная доза 3 до 5 миллиграмм на килограмм в сутки обычно разбивают на даты приема вечерние часы если эффект отсутствует то дозу можно увеличить под контролем диореза до уровня калия и уровня калия в крови екг до 4-5 миллиграмм на килограмм в сутки но повторюсь еще раз за калием из-за чсс соответственно надо следить дабы не загнать пациента как минимум брадикардию если глюкокортикоиды все-таки процесс лавата иммунный а значит глюкокортикоиды на первом плане но если они окажутся недостаточно эффективными к сожалению так бывает либо гламирол нефрит стал гормонозависимым то есть пациент постоянно сидит на глюкокортикоиды в таких случаях становится востребованной цитостатики конечно у них свои побочные эффекты но и свои положительные стороны обычно глюкокортикоиды при этом не отменяют какие именно цитостатики это самых разных групп чаще либо алкилирующие тоже циклофосфамид используется 2-3 миллиграмма на килограмм в сутки 6-8 недель у него конечно есть большой минус он канцероген сам по себе все-таки это аналоги иприта иногда используется пульс терапия циклофосфамидом иногда лекеран используют в общем-то выборы довольно бахты вплоть до того что есть данные применения растительных алказоидов если удалось достигнуть адекватный эффект то есть пульс терапию можно продолжать раз в месяц при суммарной курсовой дозе на курс 200 миллиграмм на килограмм это я про циклофосфамид говорил иммунодепрессанты очень хорошо себя показывают намного меньше побочных эффектов чем цитостатиков классическим представителем является любимый в том числе и трансплантологами всего мира циклоспорин а применяют его внутрь капсулы либо раствор 3 от 3 до 5 миллиграмм на килограмм в сутки начальная доза подбирается под контролем концентрации в крови должна составлять от 90 до 200 нанограмм на миллилитр цельной крови курс лечения обычно не менее полугода или года обычно на самом деле дольше плазмоферез эффект разумеется непродолжительный но неплохой обычно делают три дня подряд или три раза через день далее в зависимости от эффекта возможны сеансы раз в неделю ну это извините для тех времен где кто записывает сейчас никто не пишет так что белонефрит инфекционно воспалительное заболевание слизистой оболочки мочеводящих путей и тугулоинтерстициальной ткани почек белонефриты составляют порядка 60 процентов всех заболеваний почек то есть являются наиболее популярными патологиями почек 40 процентах случаев белонефрит может оказаться причиной хронической достаточности то есть он далеко не безобиден плане потенциальных осложнений что еще интересно одно из немногих заболеваний которыми женщины болеют чаще мужчин потому что подавляющее большинство самых разных патологий все-таки чаще поражать мужчин а здесь соотношение женщин и мужчин страдающих примерно 2 почему же он развивается ну это инфекция которая может попасть восходящим что что чаще или нисходящим то есть гематогенный путь какая инфекция в большинстве случаев это при за разные представители флоры живущей кишечного тракта но не обязательно номер один кишечная палочка энтерокок протеи могут быть конечно и стафилококки стрептококки учитывая бесконтрольное применение антибиотиков нередко встречаются л-формы бактерий с ними проблема в том что они нередко не выявляются при бактериологическом исследовании и это может вызвать затруднение в диагностике различные экзотические микроорганизмы типа мекоплазмы лептоспир рябов тоже бывают конечно примерно 1 3 больных острым пионефритом и у двух трети больных хроническим пионефритом микрофлора бывает смешан и как я уже упоминал чуть ранее примерно 30 процентов случаев возбудитель просто не высевается но это ничуть не исключает наличие официального процесса итак давайте-ка четко озвучим предрасполагающие факторы во-первых пол болеют женщины чаще в два-три раза по возрасту 70 процентов женщин заболевают до 40 лет а мужчины как раз после 40 что касается женщин три критических периода есть детский возраст девочки в этот период болеют аж до 6 раз чаще мальчиков период начала половой жизни ну и при беременности хотя пилл пил нефрит беременных он в общем-то по большей части вызван банальным нарушением оттока обструктивный механизм гормональный дисбаланс прием глиокортикоидов и гормональных может способствовать обменные нарушения группа риска это пациенты страдающие сахарным диабетом под агры наличие аномалий почек и мочеводящих пути но опять-таки нарушение оттока я уже упоминал на всякий случай еще раз озвучу пути распространения инфекции их целых два гематогенный или лимфогенный он же нисходящий это реже встречается и уриногенный он же восходящий это чаще чаще пилл нефрит в результате восходящего причины наличие рефлюкса с нижних отделов мочеводящей системы то есть пузырно-мочеточниковый рефлюкс внутри почечный рефлюкс наиболее частые возбудители это грамм негативные бактерии то есть эшерихиаколи протеус атеробактер являющиеся нормальным обитателем кишечника человека кстати в этом контексте бета-локтамные антибиотики могут оказаться соответственно малоэффективные потому что их спектр в основном касается грамм позитивных ядрогенная может быть занос инфекции например катетеризации мочевого пузыря ретроградных ретинологических исследований с ретроградным введением контраста тут уже аспект микроорганизма зависит от конкретного стационара может быть все что угодно что самое неприятное внутри больничная флора к сожалению очень часто привычно и эзистентно к большинству антибиотика на то она антибиотика это морфологическая картина основные изменения при пионе фрите первоначально происходят в межуточной ткани почек то есть в интерстиции это важно прошу вас запомнить потом бывает спрашиваешь на экзамене что воспаляется говорят в хамку . нет интерстициальная ткань то есть страдает реабсорбция концентрационная функция почек происходит воспалительной фильтрации нейтрофилами плазматическими клетками а значит в конечном исходе интерстициальный фиброз а на следующем этапе появляются клеточная фильтрация сморщивание клубочкой уже перегламирулярный фиброз а это уже прямая дорога типичное поражение канальцев в виде генерализованной альтрофии ну и дистрофии эпителия часто также встречаются продуктивные эндотерии с развитием перевоскулярного склероза а здесь уже это способствует развитию артериальной гипертенции вторичный аргумент вот примерно так это схематично то есть поражается до и чаще новоохраночной системы но это собственно наименьшая проблема на фоне поражения институт потому как какие механизмы присутствующие приводят я на предыдущем слайде уже такой эффект вкратце секционный препарат который иллюстрирует что бывает и совсем плохо в данном случае речь идет о апостоматозной клеонефрите и наличие карбунку на почке то что препарат секционный я думаю снимает вопросы о прогнозе такого состояния возможного микропрепарат санта глиноматозный гломерол нефрит особо комментировать нечего морфологические изменения уже описываю собственно говоря они здесь в общем-то практически все присутствуют вот еще микропрепараты здесь вы можете видеть серозный гломерол нефрит наблюдается гиперемия микроциркуляторного русла расширенные вены заполнены окрашенными бурицвета ретроцитами а здесь уже очаговый есть очаг гнойного воспаления в этом стрелочкой отмечен здесь присутствует острый гнойный пилонефрит есть гнойные цилиндры в канальцев почек вот небольшие такие заметные здесь тоже острый гнойный пилонефрит синяки это каноний микробов в просвете канальцев здесь отмечена стрелочка это острый гнойный пилонефрит ликоцитарная фильтрация пара нефральной клетчатки да она тоже в конечном итоге может быть поражена и последнее это острый гнойный пилонефрит наличие стоит пласт сгущенную эпителия лоханта классификации вы можете в литературе встретить в разном представлении мне показалось что вот такой графический вариант легче для восприятия и так пилонефрит в отличие от номера нефрита который всегда двусторонний пилонефрит может быть и односторонний но может быть и двусторонний мы его можем разделить на первичный обычно не обструктивный вторичный как правило обструктивный соответственно не обструктивный как правило начинается острый а обструктивный он всегда хронический что очевидно острый делится на сирозный и гнойный а гнойный соответственно вы видели микропрепараты буквально один слайд назад он бывает апостематозным может быть обцесс почки, может быть карбюрной почки. Насчет хронического. В разум хронический, то, конечно же, есть фаза активного воспаления, фаза лакентного воспаления и фаза репенсии. Любое воспаление, когда оно длится долго, неважно активное или лакентное, конечным итогом имеет гибель значительной части клеток паренхима, замещение их в соединительной ткани, а значит, фиброз, то есть сморщивание, их теоретические изменения, сморщивание почки, или, наоборот, пио-нефроз, расплавление. Но если фаза ремиссии, понятно, фактически процесс останавливается. Кстати, о лакентной форме, где ее страдают не так уже мало пациентов, примерно каждый пятый, около 20% больных. Форма коварная, потому что жалоб нет, а если есть, то не специфические. Слабость, утомляемость, но иногда софибридная температура. С таким жалобом больные, как правило, что, конечно же, не обращаются за медицинской помощью. Но у женщин перед беременность могут быть еще токсикозы. При функциональном исследовании тоже ничего не выявляется интересного. Ну, разве что только если редко немотивированное повышение артериального давления. Иногда бывает, находят легкую болезненность при поколачивании в поясничной области. Диагноз бывает зачастую случайной находкой при лабораторном исследовании врачи. Причем решающие значения имеют повторный анализ, в которых мы можем обнаружить лейкоцитурию, умеренную, но не более обычно одного трех равналитра протеинурию. Если есть какие-то сомнения на этот счет, на счет лейкоцитурии, например, значит, заказываем исследование остатка мочи. То есть, пробу Нечапаренко, Коколовского гадиса. Обычно Нечапаренко, это самое массовое. На экзамене можете упомянуть еще о клетках Штенгаймера, Мальбина. На самом деле, критерий довольно сомнительный. Но если их больше 40%, то это все-таки характерно для пива нефлики. Активные лейкоциты обнаруживают редко. Ну и, разумеется, истинные бактериурии. Это же бактериальные инфекции. Рецидивирующая форма. Это подавляющее большинство пациентов. Порядка 80%. Как ясно из названия, предполагается чередование обострений и ремиссий. Клинически, разумеется, присутствует интоксикационный синдром с повышением температуры тела, ознобами. Могут быть даже ознобы при нормальной температуре. В клиническом анализе крови лейкоцитоз, ускоренная слоя, лейкоцитарный сдвиг влево. Признаки воспаления. Церектированный белок повышен. Больные жалуются на боли в поясничной области. Чаще ли двусторонние. У некоторых даже бывают по типу почечные колики. Дизурический и гематурический синдромы. Может быть, как микро, так и макро гематурия. Ну и повышение артериального давления. Вообще, самое неблагоприятное сочетание синдромов это гематурия плюс артериальная гипертензия. При таком сочетании нередко через 2-3-4 года пациенты уже имеют хроническую почечную недостаточность. Насчет острого гумиал-нефрита. Ну, характерно классическое отряда. Лихорадка, визурия, боли в пояснице. Клинически, разумеется, при лихорадке будет сильный озноб, повышение температуры тела на 40 градусов, потливость, боли в поясничной области или с одной, или с обеих сторон. Положительный симптом поколачивания в поясничной области. У некоторых пациентов на стороне пораженной почки мы можем заметить напряжение передней брюшной стенки. Лащитный тонус. Разумеется, резкая болезнь в лёберно-позвоночном огне на стороне поражения. Могут присутствовать симптомы выраженной интоксикации. Общие недомогания, жажда, тошнота, рота, сухость во рту, вышечные боли. Ну и признаки дезурии. Нарушение мочек спускания, болезнь мочек спускания может быть. Лабораторно в моче мы находим признаки лёгкой протеинурии данного грамма на литр, лейкоцитурия, лейкоцитарные, то есть белые цилиндры, ну и бактерии. Подтверждают диагноз по хорошим материалическим исследованиям. В моче обнаруживается большое количество лейкоцитов и микроорганизмов. Диагностически значимым вообще считается наличие более 100 тысяч микроорганизмов в одном мире для пищи. В анализе крови можно увидеть нейтрофильный лейкоцитоз, анэозинофилию. Иногда при выраженном ухудшении состояния у больных лейкоцитоз меняется лейкопедия, что является нехорошим прогнозическим признаком, потому что это явный сигнал о том, что костно-мозговое кровотворение всерьез пострадало в силу хронической токсикации. И лейкопедия скорее всего будет за счет снижения гранулоцитов, что очень-очень чревато впоследствии. Итак, диагноз мы будем ставить на основании анамнеза, разумеется, жалоб анамнеза. В анамнезе перенесенный недавно острый гнойный процесс может обнаружиться или наличие хронических гнойно-воспалительных заболеваний. Характерно сочетание лихорадки с дезурией, болью в поясничной области, полигурией, пиурией, протеинами, гематурией, бактериурией при высокой относительно плотности мочи. Кстати, при хроническом пионефрите относительно плотность мочи нередко снижается. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что страдает концентрационная функция почек. Следует помнить еще, что патологические элементы в моче могут наблюдаться при любом остром гнойном заболевании и что пиурия может иметь внепочечное происхождение. Например, быть из предстательной железы, из нижних мочевых путей, из мочевого пузыря, пациокорцин. На обзорной генограмме обнаруживается увеличение одной из почек в объем. Воспаление же значит отек. При экскреторной логографии резкое ограничение подвижности пораженной почки при дыхании в силу все того же увеличения в объеме фиксируется и отсутствие или более позднее появление теней мочевых путей на стороне поражения. Если обнаруживается сдавливание чашечек или лоханок или тем более ампутация одной или нескольких чашечек это можно говорить о нынчей карбулке. Вот, кстати говоря, ретроградная уретерапиелограмма двусторонняя при левостороннем гнойном пиелонефрите. Снимок такой делается с двумя экспозициями и вы видите на здоровой стороне справа видны две тени мочеточников и две тени чашечек на лоханочной системе. То есть присутствует нормальная экскурсия почки при дыхании. А вот на пораженной стороне тени совпадают. Значит подвижность почки ограничена. Это обзорная рентинограмма брюшной полости и таза при эфизоматозном пиелонефрите. В проекции правой почки ну почка не видна потому что без контраста зато видны множественные газовые пузыри неправильной формы. Вот они указаны стрелками гораздо больше. Сами понимаете здесь ситуация вообще плохая. Потому что уже поражается даже околопочечная клетчатка. ультразвуковое исследование определение подвижности почек при дыхании тоже делается с помощью стороне поражения. Как мы уже говорили подвижность почки будет ограничена. А еще вы можете видеть слева вот вот это вот чашечная лоханочная система вы видите она здесь просто огромная дилатация чашечной лоханочной системы присутствует. Это говорит о том что это обструктивный пионифрит. А справа тоже УЗИ но дилатации признаков никаких нет. И пионифрит здесь не обструктивный. Ультразвуна гравна гиповоскулярные зоны видны и на доплера гравны закрашивания ложной цвета тоже видны выраженные гиповоскулярные зоны отмечены стрелочками. В данном случае у пациента сирозный пионифрит с наличием гиповоскулярных зоны. Еще одно УЗИ здесь все гораздо хуже. Присутствуют очаги аноидной деструкции паренхима. Насчет хронического пионифрита причины хронизации типичные причины хронизации это нарушение ординамики то есть нарушение оттока обструктивного механизма наличие очаговой инфекции ну и к сожалению иногда неадекватное лечение острого пионифрита. Я об этом уже упоминал но учитывая то что это очень важно еще раз скажу хронический пионифрит к сожалению является причиной возможной причиной хронической коечной достаточности примерно она развивается у 15% пациентов кстати у многих больных хронический пионифрит возникает еще в детском возрасте особенно у девочек многие годы может протекать в латентной форме без симптомов обнаруживаться как случайная находка при исследовании мочи такие пациенты нередко жалуются на частые головные боли характеризуется тупой постоянной болью в поясничной области на стороне пораженной почки визулическими явлениями иногда может но большинство больных они кстати для обострения хронического пионифрита характерны те же симптомы что и для остого в период обострения лишь у 20% больных повышается температура то есть клиника не так выражена а если вовремя не лечит то я уже говорю может возникнуть очень неприятное осложнение недостаточность функции почек в анализе мочи в осадке преобладания лейкоцитов над другими формами элементами однако по мере сморщивания почки выраженность мочевого синдрома будет конечно улучшаться относительно плотность мочи при этом сохраняться может нормально но период обострения может снижаться для диагностики существенное значение имеет обнаружение мочи активных лейкоцитов при обострении может выявляться еще и бактериория если число бактерий в одном нелюбителе превышает 100 тысяч то необходимо делать посев на чувствительной скрипиологии функциональное состояние почек исследует с помощью хромоцистоскопии предельно дешевый и технически несложный метод но позволяющий получить довольно ценную информацию также используется экскрипторный эурография клиренс методы например определение коэффициента очищения эндогенного клеотинина каждой почкой в отдельности в диагностически сложных случаях возможно использование радиоэклипных методов то есть ренография с гиппораном сканированной почек однофотонная эмиссионная эпидемиология эффект призывания при инфузионной эурографии определяют снижение конституционной способности почек о которой я уже упоминал замедленное выделение ребенок образного вещества наличие локальных спазмов и деформации чашечек и лоханов в последующем спастическая фаза изменяется атомия чащики лохан могут расширяться а затем края чащики принимают грибовидную форму сами чащики отнижаются инфузионная эурография бывает эффективной только у больных снижением мочевидной крови ниже одного гамма гамма я думаю вы понимаете почему почки должны контраст как-то выделить в мочу в диагностических неясных случаев прибегают к биопсии почек вот еще ретинограмма здесь левосторонняя ретроградная уритропиелограмма при гипертензивной форме хронического племофии мы здесь видим во-первых деформацию чашечек уплощение и атрофию сосочков деформацию лоханки и сужение и выпернение мочиточника сцинтиграфия почка при хроническом племофии какая из этих двух почек я думаю ясно разумеется селективная артериограмма правой почки при гипертензивной форме хронического племофии что интересно в нижнем полюсе почки мало того что присутствует обедненность сосудистого рисунка так еще и отмечено стрелками имеется ампутация крупных ветвей почечной артерии разумеется клинически у больного это будет проявляться весьма высокими цифрами артериальной долги хромоцистоскопия которую я упоминал технически делается предельно просто внутривенно вводят раствор индиго кармина и в норме он должен начать выделяться из устья мочеточника на 4-7 минуте исследования что можно увидеть с помощью цистоспопа а вот если присутствует окклюзия мочеточника то индиго кармин из устья соответствующего мочеточника выделяться не будет мультиспиральная компьютерная томография метод обладающий очень высокой информативностью очень высокой разрешающей способностью он позволяет дать четкое представление об особенностях англоархитектоники почек очагах нарушенного кровообращения и участках гнойной деструкции паренхима и стыковые улицы в данном случае мы можем видеть абсцесс вот он правой почте стрелками отмечения это пожалуй наиболее информативный метод диагностики при эпиломифрите из инструментальных метод лабораторные критерии хронического пиломифрита в период обострения для него характерны снижение относительной плотности мочи протеинурия с суточной потерей белка не выше полутора двух грамм лейкоцитурия бактериурия свыше 10 кг в одном миллилитре мочи полиурия в период обострения встречаются относительно часто микро гематурия цилиндрурия положительные острофазовые реакции ну и ацидоз а во время ремиссии чаще хотя не всегда определяются изолированной лейкоцитурии при использовании проб с количественным подсчетом клеток осадкой мочи то есть это пробы ничпаренко каковского адиса мы можем выявить скрытую лейкоцитурию называемую насчет лечения в остром периоде естественно постельный режим на период лихорадке стол 7а по первому потребление до 2-2,5 литров жидкости в сутки со временем диету расширяют увеличиваются содержание белков и жиров в период реконалисценции режим уже расширяется через 4-6 недель стол общий с ограничением экстрактивных продуктов соли не более 5-8 гамм в сутки достаточным количеством жидкости до 2 литров в сутки в виде минеральной воды морс отребных растодостовек ну то есть чтобы флора вымывалась как и антибактериальная терапия разумеется важным условием эффективности антибактериальной терапии является создание в моче и тканях почки бактерицидных концентраций антибактериального препарата соответственно нужно их выбирать так чтобы они выделялись по большей частью с мочой потому что пути выделения могут быть разные в отличие от инфекции мочевых путей других локализаций антибиотик должен создать высокие сывороточные также концентрации учитывая высокий процент бактерий пиомнефрит к сожалению нередко антибактериальная терапия проводится эмбирически просто потому что пока будет готов посев на чувствительность к антибиотикам пройдет уже немало времени ну на слайде вы можете видеть всего лишь примеры то есть у вас довольно большое просторное творчество могут применяться например амоксицелин защищенный кровлановой кислотой цифуроксин например вторых иналоны второго-третьего поколения цифрофоксацин гатифоксацин длительность лечения обычно при остром 10-14 дней при обострении от 14-21 дней если тяжелые течения пионефрита такие больные подлежат обычно аспитализации лечат вторхиналонами цифролоспоринами третьего поколения в некоторых случаях если флора резистентна буквально ко всему иногда приходится к сожалению прибегать и к таким антибиотикам как аминогликозиды несмотря на все их побочные эффекты ототоксичности нефотоксичности примеры дозировок вы можете видеть на слайде если вы не против я не буду их озвучивать антибактериальная терапия и что еще касается в настоящее время не могут быть рекомендованы для лечения пионефрита аминокинциллины незащищенные цифролоспорины первого поколения нитроксианин так как резистентность основного возбудителя уже превышает 20% возможно еще больше при частных обострениях общепринятым подходом является назначение ежемесячных профилактических курсов антибактериальной терапии к профилактическому применению антибактериальных средств следует относиться при этом крайне осторожно нет достоверных данных средствующих об эффективности при этом ну как бы на счет противорецидивного лечения то есть после достижения ремиссии назначается поддерживающая терапия длительностью до 6-12 месяцев включает 7-10-дневные ежемесячные курсы антибактериальных препаратов в интервалах проводятся курсы сутфорнилогидных препаратов и уросептика то есть сутфорнилогиды например единственный из них который еще хоть как-то работает без септом а уросептики тот же нитроксалин 5-0 и так далее в ремиссии иногда полезно бывает и фитотерапия медикаментозные мероприятия при профилактике обострения пилонихрита включают адекватный питьевой режим до 1,5 литра ежедневно хотя нужно быть осторожным разумеется больных с высоким материальным давлением с нарушением функции сердца и фитотерапия разные почечные сборы и так далее в любом случае фитотерапия способствует улучшению мочеводеления и при этом не приводит к развитию серьезных нежелательных явлений если конечно пациента любви при выборе препаратов для фитотерапии след учитывать мочеводное действие которое зависит от содержания эфирных масел сапонинов силикатов ну это межжевельник петрушка листья березы противооспорительное действие связанное с присутствием тонинов и арбитин с листьями брусники трохнянки антисептическое действие обусловленное фитонцидами чеснок лук рамашка ну я надеюсь вы понимаете что фитотерапия сам по себе навряд ли может кому-то вылечить хронический пиомифик но как один из элементов противорецидивного лечения она вполне себе даже не повредит тем более что многие пациенты психологически к ней относятся в моем глаз поэтому почему бы я благодарю вас за внимание поскольку мы работали без перерыва и я читал лекцию в достаточно быстром темпе учитывая то что запись вам будет в любом случае доступна на канале youtube вы сможете в любое время ее пересмотреть остановить интересующие фрагменты ознакомиться с ними поэтому я еще раз благодарю вас за внимание если у вас какие-то есть вопросы я с большой радостью на них отвечу удачу 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 Продолжение следует... Хорошо, коллеги, раз вопросов нет, мы с вами прощаемся. Я вам желаю успехов в учебе. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...